Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот, Надежда Бабкина после чудо-чудного коронавируса, сверхомолаживающего, как выяснилось. Конечно, очень неприятно, потому что я настолько искренне освещал состояние здоровья. Да никому это не надо больше было. Хайпануть на Бабкина это смешно. Мне на самом деле, когда они с гором сидели, я уже не помню, какая программа была, настолько интеллигентные люди, настолько мне они понравились, настолько характер такой, да, мне действительно, вот, чисто по-человечески, я не фанат, сразу говорю, мне чисто по, я думаю, но освещаем других. Ну почему мы должны, так сказать, да, ну да, человек, так сказать, не настолько популярный, так сказать, сейчас вот, так скажем, среди всех слоев населения, да, или там среди молодежи, там, чтобы смотрели, кто ютюб. Ну, а почему мы не должны освещать? Я решил, ну, как выяснилось, видите, как получилось, что омолодилось. Но я, в общем, недавно был в магазине. Я вам хочу сказать, что, конечно, это ужасно в маске, все это в перчатках, ужасно неудобно все это, но, конечно, нужно соблюдать, разговарят, будем соблюдать все, так сказать, меры профилактики и так далее. Хоть вроде там и говорят, что это не защищает особо маска, даже через какое-то время становится самоисточником заражения. Значит, меня что поразило? Я специально зафоткал даже. Я шел, значит, сейчас вы увидите здесь изображение, чипсы смотрю, я не ем чипсы, просто смотрю. Смотрю, лежат чипсы. Меня это поразило. Представляете, Бабкина, обосравшийся Тимоти, во-первых, который король дизлайков, он на клипе «Москва», который по заказу практически снял, мое мнение такое, да, и миллион дизлайков собрал, удалил потом его. Потом сейчас он снял еще с кем-то, а, с Лепсом, этот, с чистого листа, по-моему, что-то такое. Якобы он там на съемной квартире майонез ест, люди стали оставить комментарии, ты после майонеза в немецкой клинике не полежал, значит, имея в виду, что обычный майонез он поел, да. Значит, и Бабкина, вы можете себе представить, чипсы ЛС, она лицо рекламной кампании Тимоти Бабкина называется. То есть она полностью, вот видите, без единой морщинки, все прекрасно. То есть Бабкина реально после коронавируса с 80% поражения легких, как сказали медики, сама Бабкина, через две недели или полторы спела песню «День Победы», вы помните, я потом спать не мог три дня после этой песни, я когда глаза ее вспомнил, мне страшно становится. Значит, кто не видел, наберите Бабкина на День Победы, я вставлял уже просто видео, но вы просто только сядьте сначала. Значит, и она, а 80% поражения легких. Я почитал, люди пишут, у кого было 40%, там, 50%, какие-то были, там, ну, такие неприятные инциденты, да, трагические случаи. Люди говорят, да мы по полгода восстанавливались, все, какие там петь, какие там, куда ходить. 80% это все, это все практически, тем более такой возраст. Но меня поразило то, что она после этого, люди выглядели реально, ну, посмотрите Шевченко еще, Максим Шевченко, видно, что человек похудевший, осунувшийся, ну, видно, что действительно человек вот переболел, он подкашливает, я вот несколько смотрел, ну, так проберет, ну, прям видно, что он, периодически у него кашляет, действительно, да. Но, но, но бабки, напомните, после, после коронавируса перенесенного, мало того, что ладно, она спела там, сидела издалека, так сказать, уже натянута вся, но она стала лицом рекламной кампании. Это как вообще? Ну, когда становится лицом рекламной кампании? Когда выглядит хорошо, правда? Ну, это же просто фантастика какая-то, понимаете, в чем дело? Ну, для меня, я вот, я говорю, я своими глазами чипс увидел, я не знаю, может, если, можете посмотреть, вот, я говорю, картинка, да, но, не знаю, настолько для меня это шок, потому что, еще раз говорю, это какой-то для нее исцеляющий, омолаживающий коронавирус, что после него можно стать лицом рекламной кампании. Причем, Тимати сколько лет, я не знаю, ну, сколько там, 35-37, она маложиво выглядит, по-моему, здесь. Фантастика. Пишите ваши комментарии, ребята, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому нравится. Всем пока, до встречи.